Всем привет, это канал Crypto Commons и сегодня у нас последний день криптозимы. Завтра начинается криптовесна, только что-то на графиках этого не видно нифига. Ну давайте посмотрим, что у нас тут происходит. Кардана на третьем месте в CoinMarketCap держится, уверенно, пожалуй, один, наверное, из множества альткоинов. Здесь, если мы покрутим, все красное. Вон за неделю по минус 30%, за сутки там по минус 5, по минус 10. И биткоин тоже не исключение, минус 20, эфир минус 30. Так что, что, смотрите, мы все так долго ждали этой коррекции с вами на самом деле. И вот она сейчас происходит, и все боятся покупать. Так на самом деле и должно быть. По сути, надо готовиться входить в лонг. Но вот еще интересное наблюдение в том, что, смотрите, если мы на свечах хайка наши, на недельном таймфрейме, мы все еще видим зеленые свечи. Это что значит? Что если следующая неделька все-таки выстрелит выше, то у нас не прервется этот тренд, получается. Да, и мы улетим еще выше. Как и вот здесь у нас все свечи были зеленые. Но если мы посмотрим обычные свечи, то у нас сейчас красная свеча. Как и вот здесь были красные свечки. И достаточно плотная красная свеча. Ну, опять же, смотрите, мы же ждали с вами этой коррекции, чтобы закупиться. И если посмотреть на предыдущий бычий цикл, то у нас тут было уже несколько таких коррекций. Посмотрите, по 30 и по 40%. Вот это тоже коррекция. И это вполне нормально для обычного рынка, видеть такие коррекции. Как раз мы находим поддержку где-то в районе сетки скользящих. И улетаем дальше наверх, когда никто не верит. То есть сейчас чего мы должны с вами ждать? Это плохих новостей, которые уже начинаются. Что все, биткоин скам. Что это была вершина цикла. Но мы-то с вами знаем, что это нифига не вершина цикла. Потому что вот у нас, допустим, на индикаторе Cycle Top, PI Cycle Top. Да, кто там спрашивал под прошлым видео, как включить индикаторы. Ребят, ну вы как бы... Если вы не знаете, как дворники у машины включаются, лучше не садитесь за руль. Потому что изучите этот вопрос. Индикаторы включаются вот здесь. Это TradingView. Это не Binance никакой, не Bybit. Это непосредственно на TradingView. Вы заходите, нажимаете вот здесь, индикаторы и стратегии. И вот здесь вводите в поиски уже все нужные вам индикаторы. В частности, вот этот, который мы сейчас смотрим, называется PI Cycle Top. И он нам показывает, что еще пока не вершина этого цикла. Потому что, если вы посмотрите на предыдущие все разы, он идеально показывал все вершины цикла. Но вот в логарифмическом графике это лучше будет видно. Вот, как видите, все вершины были четко-четко отработаны и показаны. Когда вот эти два мувинга пересекаются. Но сейчас из-за того, что у нас дамп, эти два мувинга не пересекаются. Поэтому это хорошо, что сейчас дамп. Сейчас мы увидим коррекцию и потом нужно будет не забыть о том, что тренд восходящий и затариваться в лонг. Друзья, представляем вашему вниманию криптобиржу токенизированных активов Currency.com. На бирже представлены различные криптовалюты, а также токенизированные акции, драгметаллы. Также вы можете торговать здесь DeFi токенами, в том числе Uniswap, Compound и так далее. И Forex валютами. На бирже имеется торговля с левереджем. Также очень удобное мобильное приложение, которое облегчит вашу работу с этой платформой. Ссылка в описании. Биржа Currency.com. Ну, кардана, не знаю. Давайте посмотрим на кардана. Кардана к биткоину все еще даже не переписала свой исторический максимум. И вроде как нацелился туда кардана. Кардана к доллару хорошо держится, но на хаях я покупать никому не рекомендую. Несмотря на то, что это может пойти еще выше, конечно. Покупать надо внизу, как вы понимаете, а продавать наверху. Поэтому по нашим всем альткоинам, которые мы с вами держим, я так понимаю, очень многие держат Dash. Тоже сейчас и закупили ETH Classic, там и BitCash. Их можно даже все не смотреть, сейчас там все понятно. Но просто учитывайте момент, что Dash скоро начнет делать вот так же, как кардана. Но он, кстати, уже и начал на самом деле. Он подорожал с меньше чем сотни долларов на 300 и сейчас откатился. Поэтому тут вопрос скорее, докуда будет этот откат. Вот это интересный момент, потому что давайте посмотрим на EMA Ribbon на недельки на Dash. Что мы тут видим? Что сетка у нас уже развернулась в лонговую. Но если сейчас очень сильная коррекция у BitCash будет и утянут еще куда-то ниже на 30 тысяч, то даже если Dash сходит вот на 150, на 140 с чем-то и отскочит, это все равно не разломает лонговую разволновку. Так что просто будьте готовы к этому. Я не говорю, что это будет. Может быть, он и прямо сейчас отскочит. Но сделайте так, чтобы вас не смыло. Рассчитайте все риски, свои плечи и так далее. Я не знаю, я позакрывал половину, точнее почти все позиции уже на те, что были с плечами. Где-то в минус позакрывал. Но лучше так. Лучше выйти по стопам, чем сидеть и смотреть, как тает твой деп. Поэтому, ну что тут скажешь? Эфир тоже, посмотрите. Тут дело в том, что сейчас все это лонганут. Возможно. И оно тогда пойдет еще ниже. И эфир мы увидим, может, и по 1000, и даже по 900, если не по 800 с чем-то. И потом только наверх. Либо сейчас все это шартанут. И тогда мы сразу пойдем наверх. Но тоже вопрос до конца или нет. Мы, может, вот так вот сходим, выстражим шарты и потом все-таки сходим вниз. Короче говоря, коррекция здоровая давно напрашивается. И вот она происходит сейчас. Поэтому не теряйте голову. Не забывайте то, о чем вы думали, когда все росло и было на хаях. И когда вы думали, ну подожду я коррекции, перезайду. Вот она сейчас происходит. Еще раз говорю, ребята. Вот она происходит. И докуда она дойдет? Я не знаю. Но вот здесь где-то надо будет точно очень сильно покупать. В районе 30. И фишка в том, что даже оттуда, возможно, там все купят. И нас свозят еще ниже. Но это уже будет резкий пролив с последующим отскоком наверх. Скорее всего, это будет так. Потому что рыночный цикл явно еще не завершен. И все эти крупные фонды и институционалы, я думаю, они не дураки тоже, что закупают биток. Напишите в комментариях, что думаете вы. Верите ли вы в крипту и что у нее есть будущее. Причем все будет зависеть же еще от мировых финансовых рынков. Сейчас, видимо, доллар начинает отскакивать, как я понимаю. И фонда сыпется. И все, в принципе, сыпется. Даже золотишко подупало, походу. И как вы думаете, у крипты есть шансы расти в то время, как все будет сыпаться? Или вы думаете, что она тоже будет сыпаться еще больше? Напишите тоже в комментариях внизу. Вот. Ну, а я еще раз говорю, я подзасейвился. Подзасейвил большую часть остатков профита. Даже в кросс-морже по альтам к битку. Поэтому, короче говоря, следите за просадками. Постарайтесь сделать так, чтобы вы не продали все внизу в убыток, а наоборот расставили ведра вот так вот на покупку. Просто лимитные заявки. Вы можете на Binance расставить лимитные заявки на покупку, если у вас есть USDT на балансе. Или вы можете на Bybit, скажем, или на Dudex, на Femex. Также под обеспечением своих активов расставить лимитные заявки. И они будут исполнены. Но в краткосроке. В краткосроке, да, напрашивается отскок. Посмотрите, у нас тут и RSI отскакивает, и двойное дно такое рисуется. То есть, кто торгует внутри дня, но можно пробовать это лонговать со стопом куда-то сюда. Но вероятность того, что стоп снесет, тоже достаточно серьезная. Поэтому смотрите сами, взвешивайте риски. Также я думаю, что самая правильная сейчас стратегия, это набирать ведрами. Купить уже сейчас чуть-чуть вот здесь. Купить часть еще вот здесь. Не стоп, чтобы вас выше было, а чтобы вы купили. Еще чуть-чуть купить вот здесь, вот здесь. И расставить ведра прямо вплоть до тридцатки. Но так, чтобы у вас ликвидация была еще ниже, где-то на 20. На 20 с чем-то. В таком случае, в любом случае, в какой-то момент вы идете в хороший плюс. У вас средняя цена входа будет где-то здесь. Где-то здесь у вас будет средняя цена входа. Поэтому не финансовый совет, дисклеймер. Смотрите сами. Я верю в крипту. Я аккумулирую крипту. И я даже, когда выхожу из позиции, я стараюсь держать баланс в крипте, а не в тезере. Просто не беру плечами ничего. Так что, вот такой вот сегодня короткий обзор. Тут еще, видите, пришли в движение 1000 BTC, не перемещавшиеся с 2010 года. DeFi проект, фуру, комбо взломали на 14 миллионов. Неизвестный перевел 2000 BTC, лежавших с 2013 без движения. Ну вот, кракинг компенсирует потери пользователям, пострадавших из резкого падения цены эфириум. Это, конечно, наверное, хорошая новость. Сейчас, короче, все новости пойдут про то, что все пипец. И вот в этот момент не забудьте про то, что мы в бычьем рынке. И затаривайте лонги. Возможно, что и прямо сейчас их надо затаривать. Видите, даже я уже позакрывался. И, в общем, возможно, что сейчас будет вот так. Так что, ничего конкретного я вам не скажу. Спасибо, что смотрели. Будем смотреть, как развиваются события дальше. С вами был Флалалагри. Enjoy the channel Crypto Commons. Подписывайтесь, лайкайте, пишите комментарии. И увидимся в следующем видео. Всем профита. Субтитры сделал DimaTorzok